здравствуйте любимые мои соотечественники то о чем я сейчас буду говорить это касается нас непосредственно армян но также может касаться около 130 национальности казахстана да и вообще-то любых людей может коснуться по той или иной причине бытовые какие-то неурядиц очень легко перестраиваются превращаются такие межнациональные конфликт это делается очень легко если меня слушают люди старшего поколения вспомнят как как его фамилия шамиев или не помню очень один из советских руководителей родом из средней азии говорил что клубнику не поделили или купили или что-то в этом роде и поэтому были межнациональные столкновения сейчас вот уже было двух недель значит напряженная ситуация в казахстане в результате обыкновенного значит бытового столкновения пьяных отдыхающих так называемых и работников общепита в результате был убит один молодой человек о чем я очень сожалею если честно но это привело к тому что в казахстане поднялась волна человеконенавистничество волна какой-то такой армянофобии потому что десять подозреваемых из них по моему два или три армянина значит все это привело к тому что при содействии некоторых спецслужб наших соседей я имею ввиду турок пурикаспия это все вылилось в ярко выраженную антиармянскую такую акцию по всему казахстану которая не утихает до сих пор она где-то даже сравнимо с один событиями во франции вот эти бунты желтых жилетов или зеленых как какого цвета бог его знает телевизор у всех цветной но тем не менее цвета разные я бы посоветовал вам значит некоторые такие навыки обыкновенные навыки выживания во первых любой человек вне зависимости от национальности я это советую и нашим временным или недавним соседям которые в нашем регионе появились это турки приказки даже и потому что гражданский человек человек как бы не не с ружьем человек не входящие в какие-то воинские формирования он не должен подвергаться насилию со стороны толпы со стороны озверелых каких-то митингующих это все нехорошо и вот от этого нужно уметь защищаться каким образом это делается во первых в каком бы государстве это не происходило есть полицейские силы которые так или иначе должны поддерживать порядок даже в баку 90-м году в январе 90-го года в городе баку когда озверелая толпа насиловал но прямо на площадях а потом изнасилованных там же живьем сжигали или закидывали камнями и во всем этом участвовали и мужчины и женщины и дети даже там полицейские силы были просто полицейские или милиция советская тогдашняя города в богу баку значит они старались всячески не выходить на службу потому что служащий полицейский или милиционер он так или иначе не сможет полностью игнорировать призывы о помощи или на экстренную ситуацию которая сложилась в связи с тем что погромщики вламываются в какой-то дом соответственно нужно значит очень быстро укрепить входную дверь если входная дверь не металлическая или она открывается вовнутрь создать определенные условия чтобы эту дверь просто было невозможно открыть снаружи как бы забаррикадировать ее изнутри создать запасы воды и если воды и пищи документы хранить в какой-нибудь сумочки маленькой типа барсетки в случае чего прихватив ее если придется покинуть помещение эвакуироваться всей семьей или поодиночке как получится значит запасы воды вам позволят продержаться очень долго даже если пища будет отсутствовать хотя в каждом доме мы прекрасно знаем всегда можно найти в жилом доме что-то съедобное но вода может быть по какой-то причине отключена скажем снаружи когда вас возьмут фасаду или что там в этом вроде если здание многоэтажная или многоквартирная дом значит можно сделать еще одну вещь попытаться поджечь свой балкон попытаться поджечь свой балкон чтобы пламя переместилась наверх это приведет значит вызову экстренных служб пожарников полиции и даст возможность вам эвакуироваться под защитой полицейских или милицейских сил это очень важно потому что при полиции толпа конечно может и совсем не остыть но полицейские в силу своей должности так или иначе будут способствовать вашему безопасному значит уходу с этой опасной зоны которую превратился в до ваш значит дом моя дом моя крепость это не просто слово нужно укреплять свою крепость но вдалеке от своей родины так или иначе вы подпадаете под различные законы граждане или проживающие на этой территории и возможно у вас не будет огнестрельного оружия не будет каких-то других способов защищаться и вот главной вашей защитой могут быть силовые ведомства этого государства забаррикадируйтесь имея определенное количество воды и пищи и если погромщики будут вламываться в дверь и вы не сможете это никак предотвратить забаррикадировав ее постарайтесь поджечь маленький балкон можно лоджию ну что-то такое не позволяя чтобы пламя распространялась по всему дому сгоревший балкон подожжет или крышу или верхний этаж и это позволит вам при помощи пожарных и полицейских эвакуироваться пока что вот по этой теме вот столько всего вам доброго будьте в безопасности